Армия обороны Израиля сообщила о гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газы для расширения поставок помощи мирному населению. Режим действует вдоль дороги, ведущей от КПП Керем Шалом к дороге Салахаддина, а затем на север Анклава. Решение было принято после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями. В целях увеличения объема гуманитарной помощи, поступающей в Газу и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, с 8.00 до 19.00 каждый день до дальнейшего уведомления будет введена локальная тактическая пауза военной деятельности в гуманитарных целях. Речь идет о дороге, ведущей от Керем Шалом к дороге Салахаддин, а затем дальше на север. Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи, которые осуществляют социалом и кагатом в гражданской администрации с начала войны. ЦААЛь продолжит поддерживать гуманитарные усилия на местах. Вместе с тем, операция в южной части сектора, где расположен Рафех, будет продолжаться. За сутки в секторе Газа погибли 11 военнослужащих. Только в субботу в результате взрыва бронетранспортера погибли 8 военнослужащих. Видеообращение, опубликованное поздно вечером, 15 июня, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньягу заявил, что у него нет альтернативы, кроме как придерживаться цели войны. Глава правительства пообещал уничтожить Хамас и вернуть заложников. Граждане Израиля, сегодня мы заплатили еще одну душераздирающую цену в нашей справедливой войне за защиту Родины. В глубокой скорби, в тяжелом трауре я склоняю голову вместе со всеми гражданами Израиля и оплакиваю гибель наших героических воинов. Когда цена столь высока, мы помним, за что мы боремся. Мы боремся за то, чтобы обеспечить свое существование и свое будущее. Мы боремся за возвращение всех наших заложников. Суровая война была навязана нам отвратительным и кровожадным врагом. Несмотря на тяжелую и ошеломляющую цену, мы должны придерживаться целей войны. Уничтожение военного и управленческого потенциала Хамаса. Возвращение всех наших заложников. Обеспечение того, чтобы сектор газа больше не представлял угрозу для Израиля и безопасного возвращения наших жителей домой – и на севере, и на юге. В Рафиахе бойцы погибли, когда закреплялись на отвоеванных у террористов Хамас-оппозициях. В армии обороны заявили, что причиной гибели послужил подрыв бронемашины и последующая детонация боекомплекта и инженерных материалов. Рано утром после завершения наступления на северо-западную часть квартала Тель-эль-Сультан в этот район вошли пехотные, бронетанковые и инженерные силы 401-й бригады в составе автоколонн, боевых бронетранспортеров, чтобы расположиться на линии соприкосновения. По имеющейся у нас информации, в этот момент произошел сильный взрыв в одной из инженерных машин колонны, предположительно вызванный заложенным в этом районе взрывным устройством или в результате попадания противотанковой ракеты. Внутри бронетранспортера находились восемь наших бойцов. Они погибли. Силы ЦААЛа сосредоточены на разгроме военного крыла Хамаса. Они сосредоточены на том, чтобы лишить бригаду Рафиах и ее возможностей. Силы на местах каждый день уничтожают множество террористов в боях. Уничтожают оружие, пусковые установки и ракеты. Таким образом, лишая Хамас возможности вернуться к действиям против граждан государства Израиль, как это произошло 7 октября. Тем не менее, гибель военнослужащих может осложнить и без того непростую политическую ситуацию, в которой оказался Нетаньягу спустя неделю после того, как один из лидеров оппозиции Бенни Ганс покинул правительство, обвинив премьер-министра в отсутствии надлежащей стратегии в отношении газы. Параллельно, десятки тысяч израильтян продолжают требовать от правительства скорейшего заключения соглашения с Хамасом, которое бы обеспечило возвращение всех остающихся в плену террористов-заложников. Несмотря на то, что опросы показывают поддержку большей части израильского общества продолжения войны против Хамаса, протесты, тем не менее, подчеркивают раскол в израильском обществе. Мы только что узнали о трагическом событии. Наши солдаты были убиты, их семьи пополнили наши ряды и стали семьями скорбящих. Наши сердца разбиты, и мы выражаем глубочайшие соболезнования им и их близким. Мы стоим здесь сегодня, семьи погибших, а также семьи заложников с общим посланием. Сегодня исполняется 253 дня с тех пор, как наши близкие были взяты в плен террористами Хамаса и удерживаются в аду газы. Тем не менее, несмотря на растущее международное давление, соглашение о прекращении боевых действий все еще кажется далеким. Спустя более восьми месяцев с начала войны. А почти ежедневные трансграничные перестрелки с боевиками Хизбаллы на юге Ливана усиливаются. 10 июня Совет безопасности ООН принял резолюцию США по этапным прекращения огня в Газе. План предполагает освобождение заложников, захваченных 7 октября прошлого года группировкой Хамас, постепенный вывод израильских войск с территории сектора и послевоенное восстановление Газы под международным контролем. Впрочем, Израиль дал понять, он согласится остановить боевые действия не раньше, чем Хамас будет уничтожен.